Республика Казахстан Республика Казахстан Символами политической независимости и суверенитета Казахстана являются его флаг, герб и гимн, которые были официально утверждены 4 июня 1992 года. Государственный флаг Республики Казахстан представляет собой прямоугольное полотнище голубого цвета с изображением в его центре солнца с лучами, под которыми парящий орел. У древка вертикальная полоса с национальным орнаментом. Изображение солнца, лучей, орла и орнамента цвета золота. Отношение ширины флага к его длине 1 к 2. Государственный герб Республики Казахстан представляет собой изображение Шанерака, верхняя сводчатая часть юрты, на голубом фоне от которого во все стороны в виде солнечных лучей расходятся улуки, окоры в обрамлении крыльев мифических коней. В нижней части герба надпись «Казахстан». В изображении государственного герба присутствует два цвета – золотой и синий-голубой. Еще одним официальным знаком является нагрудный знак президента Республики Казахстан, который надевается им по случаю государственных праздников, при военных парадах, приемах официальных лиц, открытии сессий парламента, вручения государственных наград и другие. Впервые в истории Казахстана в 1995 году введен штандарт главы государства. Как и нагрудный знак, он является официальным знаком отличия высшего должностного лица Республики Казахстан. Истоки казахской государственности относятся к 1470 году, когда в районе Семеречья и долины реки Чу было создано государственное образование «Казак Ордасын» – казахского ханца, которое объединило многочисленные племена намадов, дав им общее название казахи. Казахи – один из крупнейших тюркоязычных народов, являющийся, по мнению исследователей, плодом трех глобальных этногенезов – индоарийского, которому принадлежали саки, тюркского с преобладанием гуннов и тюрков, а также монгольского, поскольку казахское ханство возникло на развалинах Золотой Орды. Преобладающим во всех этих этноконтактах явилось развитие тюркского элемента, поглотившего в себе иранское и монгольское начало. В XVI веке происходит политический и экономический подъем казахского ханства. Значительно расширяются его владения, увеличивается население, развивается скотоводство, земледелие и торговля. Составляется свод норм обычного права – жити джарвы, в котором определяются основные принципы общественного правопорядка и государственного устройства. Основным занятием казахов было кочевое скотоводство, основанное на сезонном выпасе и распределении пастбищных угодий. Особенности образа жизни породили сложную и разветвленную родоплеменную структуру казахского общества, которое было разделено на три жуза – старший, средний и младший. Объединение в них строилось на основе общности производства, генеалогии и определенного географического ареала. С начала XVIII века в казахском ханстве усилились внутренние противоречия и междоусобица. В 1723 году войско соседнего джунгарского ханства вторгается на казахские земли. Массовый исход населения с захваченных территорий, разорение, гибель скота и голод делают страдания народа невыносимыми. Несмотря на героический отпор врагу и победы, одержанные объединенным казахским ополчением, силы были неравны и жестокие опустошительные набеги джунгар продолжались. Казахская ханство стремительно распадалось. Вопросы войны и мира решались на собрании представителей всех трех жузов, поскольку военная организация казахов базировалась на родоплеменной основе. Воинская повинность считалась главной мужской обязанностью. Основными единицами казахского войского ополчения были сотни и тысячи. Руководители военными подразделениями Батыры, которые выполняли функции политических и военных советников, при ханах. Сложившись о военно-политической и социально-экономической обстановке, казахские ханы были вынуждены просить Российскую империю о подальстве. Начавшийся в 1731 году процесс присоединения Казахстана к России был сложным, длительным и завершился лишь в 1864 году. Здесь имело место и добровольное вхождение, и вынужденное присоединение, и военная экспансия. Деление казахского этноса на жузе сохранялось вплоть до начала 20 века. Однако активная российская эколонизация и проникновение в степь капиталистических отношений привели к разрушению родоплеменной структуры, оседлости и классовому расслоению казахского общества. Переселенческая политика царизма кардинально изменила и национальный состав населения. Первая мировая война, революционные события 1917 года и последовавший за ними распад Российской империи круто изменили весь ход истории. Попытка самоопределения, кровопролитная гражданская война и установление на всей территории Казахстана советской власти предопределили развитие казахской государственности на последующие 70 лет. В 1920 году Казахстан получает автономию в составе Советской России. При этом столица казахской автономии переносится дважды. В 1925 году из российского Оренбурга к Зыл-Орду, а в 1929 году в Алма-Ату. В 1936 году Казахская СССР становится полноправной союзной республикой. Формально получив самостоятельность в рамках СССР, Казахстан так и остался полностью зависимым от политики всевластной коммунистической партии. В середине 20-х годов в Казахстане начинаются социально-экономические преобразования. Проводимые большевистскими методами длившейся до обретения республики независимости, они полностью изменили традиционный уклад жизни казахского общества. Страшную раму народу нанесла аграрная реформа 30-х годов, когда насильственное объединение кочевников в оседлые коллективные хозяйства привели к массовому поддержку скота, голоду и гибели более 2 миллионов человек. Сотни тысяч казахов бежали в соседние страны. В то же время за годы индустриализации в Казахстане были построены заводы, шахты, электростанции, положенные тысячи километров железных дорог. К началу 40-х годов республика становится одним из важнейших регионов Советского Союза по добыче угля, нефти, производству цветных металлов. Были побеждены неграмотность и болезни, стали активно развиваться национальная литература и искусство. В годы Второй мировой войны Казахстан сделал всевозможное для победы над фашизмом. На территории республики было сформировано более 20 стройковых дивизий и других войсковых соединений. 425 тысяч казахстанцев пали смертью героев на полях сражений. Республика приняла сотни тысяч эвакуированных жителей России, Украины и Белоруссии. Для многих из них, как и для целых народов, депортированных сюда сталинским режимом, Казахстан стал второй родиной. В послевоенный период начинается новый виток сталинских репрессий. За колючую проволоку лагерей, разбросанных по всей территории республики, брошены сотни тысяч ни в чем не повинных людей, среди которых и видные представители казахской интеллигенции. Многих из них спасет лишь смерть, вождя народов и последовавшая за ней хрущевская оттепель. В 50-х годах на севере республики начинается один из самых амбициозных и масштабных советских экономических проектов. Для того, чтобы удовлетворить потребность СССР в хлебе, здесь распахиваются миллионы гектаров целинных земель. Но из-за их нерационального использования, огромные урожаи зерновых, полученные впервые несколько лет, падают и СССР приходится покупать пшеницу за рубежом. Поднятие солины привело к резкому сокращению площади пазбищ и, как следствие, затяжному кризису в животноводстве. Так заканчивались многие советские эксперименты на казахской земле. Самый трагичный из них начался в 1949 году, когда на востоке республики был создан Семипалатинский ядерный полигон. За 25 лет его существования здесь было произведено 113 взрывов в атмосфере, приведших к радиоактивному заражению огромных территорий и болезням проживающего на них населения. И все же были и светлые страницы в истории советского Казахстана. Космические старты с Байконура, Большая нефть, Мангышлака, Первая плавка, Кормиткомбината, эти и многие другие трудовые свершения казахстанцев вывели республику на третье место в СССР по своему социально-экономическому развитию. Впечатляют успехи Казахстана и в культурном строительстве. В разные годы здесь были открыты десятки высших учебных заведений, создана национальная наука, построены театры, дворцы культуры, спортивные сооружения. Однако к середине 80-х годов в советском обществе стала настоятельно ощущаться необходимость перемен, стремительно росла политическая активность масс. Ярким примером борьбы старого и нового мышления стало выступление казахской молодежи в декабре 1986 года, подстававшей против игнорирования Кремлем национальных интересов республики. Все это свидетельствовало о нарастающем кредите советской командно-административной системе и начале центробежных процессов в СССР. 25 октября 1990 года Казахстан объявляет о своем государственном суверенитете, провозглашая верховенство республиканских законов над союзами, а 16 декабря 1991 года после провала августовского путча в Москве и распуска КПСС о своей государственной независимости. Субтитры создавал DimaTorzok